Нет, ну да, ладно, честно скажу. Сейчас, конечно, оставшуюся лекцию мы будем рассматривать вещи гораздо более простые, чем какие-то там это преобразование фурье. Тоже, в общем-то, вещь несложная, но... А на нервную динамику? Нет, начнем мы не с нее, хотя, да, динамику мы пообсуждаем. Но там просто тут тоже будьте аккуратны. Начнем мы, конечно, с вещей, которые вы без сомнения знаете, то есть скорее так. Может, так сказать, повторение, и так это сведение в общую кучу получится. Только на чего? Нет. Но, скажем так, крутые вещи, причем такого продвинутого уровня там тоже есть, поэтому не засыпайте. Но начнем мы все-таки еще с пару вещей. Начнем мы с одной вещи, которую, на самом деле, стоило бы рассказывать, конечно, 2-3 раза назад. Это вещь про disjoint sparse stable. Вот. Что-то мы ее не рассмотрели. Вот. Ну, суть просто следующая. Что вот мы с вами... То есть у нас была задача, есть статический массив, и мы хотим в нем на подотрезках делать какую-то операцию. Но возникает маленькая... Ну, если это сумма, то мы умеем это делать частичными суммами, да? Но у нас, если это минимум, то умеем делать sparse stable. Но, к сожалению, с минимумом нам пришлось жестко воспользоваться тем, что функция, во-первых, эдемпотентна, во-вторых, коммутативна. А вот, например, если, как всегда, про функцию мы знаем только то, что она ассоциативна. Ну, там, перемножение каких-нибудь матриц необязательно невырожденных там и так далее. То есть тогда у нас эта эдемпотентность уже не прокатит. Вот на наше счастье оказывается, что все-таки можно уметь считать ее на подотрезке с предподсчетом за n log n и за o от единицы потом ответа на запрос. Ну, то есть идея, ну, как бы структура обычно так и известна под названием disjoint sparse stable. Вот она. sparse stable. Вот. Значит, ну, просто понятно. Суть будет заключаться в том, что если раньше мы просто находили два отрезка длины, два в степени n, где эти отрезки покрывали, и нам плевать на перекрытие, потому что эдемпотентность и коммутативность, то в данном случае нам бы желательно эти отрезки находить как-нибудь по-другому. Вот, понимаете, да? Вот. Так что вот такая вот идея. Что же делать? Значит, как же нам это сделать? Значит, смотрите. Значит, мы будем делать следующее. Смотрите. Во-первых, то есть у нас будет что-то похожее, такое похожее на встречное дерево фендерка. А именно, мы, значит, посчитаем, так сказать, t1. Значит, да. Вот мы, ну, вот в идеале хотелось бы так. То есть мы хотим для каждого числа x посчитать вот такой массив. Смотрите. То есть, а именно, то есть помним, у каждого x, вот помним, если у нас x записать в двоичной системе счисления, 1, 0, 0, там 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, да? Ну, ладно, лучше 0, 0, вот так. Да, пожалуй, пусть так будет. То замечаем, что, мы помним, что у нас есть такая штука, как f от x. Что такое f от x? Напомню, что это то же самое, что x, просто мы обнулили самый последний единичный бит. А все остальное прям копия. Вот, прям вот копия, 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 копия. Вот. Так вот. У меня возникает хитрая идея. Я хочу для каждого x и для каждого числа x', которое лежит на полуинтервале от f от x до x, хранить вот этот вот y от x' до x. Вот, ну, вот так-то можно написать. Ну, x, то есть, вот мы теперь говорим, что мы на подотрезке хотим брать операцию y, как всегда. Это f от x. Ну, от x до x. Это f? Нет, еще круче. Внимание. Я хочу для каждого числа между f от x и x, я хочу уметь вычислять вот, уметь вычислять y чисел от x' до x. То есть, фактически, это типа полуинтервалы. То есть, я хочу ее уметь считать, прямо вот в явном виде хранить. От x1 до x, от x минус x2 до x, от x минус x3 до x и так далее до f от x до x. Понятно, да? Да? Да, нет, наверное, все нормально. Вот. Ну, в принципе, для каждого x'а завести такой вектор, в общем-то, несложно, правда? И насчитать его можно за o от длины этих векторов. Согласны? Суммарной длины. Ну, если мы, конечно, поверим, что операция y ассоциативна. Впрочем, то есть подозрение, что если y не ассоциативна, то как это все насчитывать, это еще вообще очень большой вопрос. Вот. Хорошо. Ну, правда, теперь возникает вопрос, а как вы думаете, какова суммарная длина всех этих векторов? Ну, да. Почему? Потому что можно вместо реакобикс я рисую картиночки, и все будет понятно. Ээээ, какие картиночки? Ну, смотри, а давай возьмем давай. Ага. Ну, давай. Весь массив. Ага. Есть. Поделим его пополам. Так. И от центра насчитаем нашу функцию влево и вправо. А вправо мы пока ничего не насчитываем. А нам понадобится. Ну, это потом. Мы пока про это говорим. Так, давай это не передергивай сразу. Мы считаем только влево, да? Да, мы считаем только влево. Хорошо, посчитаем только влево. Так. А по сути, что произойдет дальше? Ага. На всех вот таких отрезках мы считаем функцию влево, а здесь тоже влево, вот до сюда. Вот здесь вроде ничего не посчитаем. Я не помню. Ну, что-то посчитаем. Ну, более мелкие отрезки мы посчитаем, конечно. А вот это зачем? Ну, более мелкие вот эти вот. Вот это вот. Там что же будут эти? Есть тут 4 нолика, то тут свободно. Да, окей, да. А дальше мы посчитаем вот на… Здесь стрелочка тоже до конца. Да. Потом вот здесь мы посчитаем, нет, вот здесь не посчитаем. Ну, и так. Сюда, вот здесь посчитаем вот сюда, вот здесь посчитаем вот сюда, и вот здесь посчитаем вот сюда. Ага. Ну и так далее. Ну да. Что произошло на самом деле? Еще раз. Мы посмотрели, где вот эти f лежат. Вместо того, чтобы думать о них как о функциях видовых чисел. Так, ну понятно. Так, ладно, всем понятно, что произошло? Ну нет. Ну мало ли. Нет, ну мало ли. Может я тут рассказываю эту штуку, которую на самом деле все уже давно знают. Все-таки это не многомерное FFT же все-таки, да. Но смотрите, давайте сейчас я попробую нарисовать то же самое, но на реальных примерах битиков. Вот. Значит смотрите, как у нас устроено это все. Вот давайте я нарисую, как всегда, 16 чисел. Вот в двоичном представлении я их даже нарисую. Понадобится. Я знаю. Так. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Значит 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. Значит 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1. О, четко. Да. Вот. Так. Как это называется? Так. Вот. Так. Ну а теперь давайте считать. где же мы от каких иксов что насчитываем? Ну действительно. Начнем со следующего. Начнем с серединки. Так. Ну да. Ну хотя, с другой стороны, если у нас икс до n включительно, то на самом деле мы начинаем с того, что вот для этого вот 1, 0, 0, 1 мы насчитываем аж на целый, то есть эти прям все суффиксы вот аж на вот такие. Видите, да? Ну потому что икс мы перебираем от 1 до n. Как всегда. Как в фенвике мы это делали. Та переча. Та переча. Значит дальше. Теперь рассмотрим числа, которые заканчиваются на 3 нолика. Вот. Ну как бы, да. Их у нас тут целое одно. Новое, да. И мы для него вот такую штуку насчитываем. А здесь таких чисел нет. Ну здесь есть число с четырьмя ноликами, но для него мы уже насчитали. Видите, да? Теперь давайте рассмотрим числа с ровно двумя ноликами. Их у нас два. Вот как раз в середине. Вот даже вот так надо скорее посчитать. Посмотрите, чтобы вот так вот делить. То есть их у нас, вот у нас тут два отрезка, их у нас ровно два. То есть вот тут очки и вот тут очки. Оп. Вот. Вот. То есть наглядненько, да. Теперь рассмотрим числа с нолик, у которых нолик один. Секунду. Скобочка. Что? Скобочку вот такую. Она задевает ноль один, ноль ноль. То есть она сейчас. Сейчас где она? Что это? Скобочки. Скобочки ставить лучше, наверное… Ах, нет, сегодня все. Хорошо, да. Нет, по-моему, оказывается нормально, да. Скобочка стоит под числом, потому что оно-то само не включительно. Вот эта скобочка самая левая нарисована, у которой скобочки стоит под числом ноль, один, ноль, ноль, да? Да. Вот давайте. Его не включительно, но все предыдущие четыре рассчитаны. Да, это важно. Да, все-таки. Вот я так нарисую. Теперь берем… Теперь на всех этих отрезках там есть по числу, у которых… Ну вот… У которых один нолик, да, вот он. Да. Вот, что тут еще делим, вот получается. Еще под отрезок. То есть видите, оно вот… То есть как бы ровно половину получается покрываем. Вот получается. Ага, ага и ага. Вот. Вот. Ну на самом деле еще заметим, что вот эти числа нам придется… То есть когда уже ноль ноликов, это нам придется тоже вот как-то вот так вот хранить, видимо. Вот. То есть там… Там вот так. Там вот так тоже. Ну как всегда, видите, то есть просто половиночку рисуем. Тут все очень просто. Вот. Замечаем, что суммарный размер такой таблицы у нас сколько получается? Ну да. То есть в переводе говоря, n лог n. Даже n пополам лог n, если быть точнее. Вот. Потому что, да, логарифм уровней на каждом получается ровно n пополам значение. Ни на сен степень бойки, конечно. Вот. Но, конечно же, нам потребуется не только функция f, но и не менее любимая нами функция g. Ну потому что они все равно… мы с Тамарой ходим парой. Мы с Тамарой f и g. Вот. Значит, теперь у нас идея такая. Теперь я хочу для каждого х уметь считать сумму не только от f от х до х, но и от х до g от х. А точнее, как всегда, то есть про х, значит, для любого х штрих, значит, насчитать сумму от… на этот раз… Ну, ладно, давайте так. Вот здесь совсем быть точнее. Вот хочется насчитывать сумму от х до х штрих. Вот. Ну, то есть фактически те же самые полуинтервалы, только в другую сторону. Вот. А теперь давайте вспомним, а что такое g? Ну, g – это немножко наоборот. Вот. То есть, смотрите, если можно сказать, что, допустим, число… Смотрите, вот так, можно ли так сказать… А! Смотрите, можно еще одна интерпретация функции f и g. Заметим, что вот… Пусть у нас у х сколько-то последних нулей, да? Там четыре штуки. Так вот, заметим, что f от х – это ближайшее снизу число, у которого не меньше, чем четыре нуля. То есть, заметим, что это, кстати, совпадает с нашим предыдущим определением. Вот. Сейчас. Если мы ближайшие снизу, то там единичка должна быть. Да, да, да. То есть, видите, да, тут, конечно, хитрее. Тут понятно, тут прям надо единичку прибавить, поэтому то это 1, 0, 0, 0, 0 и вот тут 0, 0, 0, да. Видите, да? Ну, по большому счету, на самом деле, занимаемся мы следующим. То есть, как бы, если вот рассматривать, что означают эти полуинтервалы, то у нас есть… там, то смотрите, то в случае функции g мы просто говорим, что я эти нолики хочу уметь заполнять чем угодно и до этого момента включительно считать сумму. Если говорите включительно, правда? Вот. Ну, а здесь наоборот, на самом деле. Если брать отключительно, то надо из х вычесть единичку, сказать, что у меня в конце есть блок единичек, и я этот блок единичек могу заменять на что угодно и до этого момента считать сумму. Вот. Но можно заметить, что в данном случае тогда… то есть, это тоже будет n пополам, log n. Более того, на самом деле, сейчас мы опять получим тут прям полное дерево отрезков. Ну, для нуля, конечно, мы так делать не будем, но смотрите тут как. Какие тут отрезки в эту сторону? Я их попробую вот так вот нарисовать. Нет. Да, жалко, что у меня нет цветного мела. Но теперь смотрите. То есть, опять же, рассмотрим число с тремя нулями. Значит, и до ближайшего числа с тремя нулями тут, очевидно, симметрично этот полуинтервал и загоняем. Тут он как бы вот, тут заканчивался, тут он идет. Оп. Секунду. Секунду. Мы что ли там начинали не включительно x, а включительно же x? Видимо, да. Нет, понимаете, ну тут, да, тут такой момент, смотрите, что на самом деле, как бы сумму-то я считаю до x' не включительно. Поэтому я мог бы это сформулировать так. А, все, да, конечно, да, 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 господи. Да, то есть я могу еще по-другому сказать. Я могу сказать, что давайте я x' буду выбирать на полуинтервале, но тут тогда буду брать сумму на подотрезке. Так что по количеству, в общем-то, суть одна. Сейчас, а там вот такие круглые? Что? Еще раз. Нет, нет, этот остается. Мы выбирали x' на вот таком странном куске, а считали потом от x включительно до x' не включительно. Да. То есть в ри выделено вот так. Ну да. То есть видите, да. То есть как бы от x, видите, так удобно. То есть когда мы идем вправо, мы x включаем. А когда идем влево, то x не включаем. Поэтому получается, что вот когда у нас тут вот с тремя нулями, получается, что мы ушли влево и вправо, и размах крыла получился одинаковый. Ну, собственно, так оно все, ну вот. Ну, собственно, в самых интересных для нас точках так и будет. Потому что когда мы возьмем вот число с двумя нулями в конце, то тоже будет на самом деле вот такая ситуация. Вот такая. И вот здесь тоже вот такая. Да, да, да. Ну, это и так просто же. То есть там отрезки не должны быть другого отрезка? Да. Ну, как вы помните, да. Вообще-то мы подобное дерево уже даже рисовали, чтобы увидеть, что, оказывается, мы не так далеко ушли от дерева отрезков во встречном дереве Фенрика, как кажется. То есть, по большому счету, мы ровно на тех же отрезках храним там суммы. Просто они хранятся в других местах и перебираются другим образом. Ну, в общем-то, от самих по себе таких отрезков мы никуда не ушли. Вот. То есть вот такая красота там. Какая-то вот так. Ну, ладно. Так. А, видимо, я тут с самого начала вот этот забыл нарисовать. Это был типа красный, а вот эти вот уже синий. Да. Вот. Так что вот такая красота. Ну, теперь at least in principle, как говорится. То есть теперь наша цель какая? Вот если нас очень слезно попросили найти ить на подотрезке от L включительно до, вот L включительно, а до R не включительно полуинтервал, да? То нам теперь надо просто разбить этот полуинтервал на два полуинтервала, которые у нас тут встречаются. Вот. А, давайте. А, я придумал. Знаете, что надо сделать? Надо тут стрелочки нарисовать. О. Да. Именно. О. О. То есть у нас значение, на самом деле, не только на больших интервалах рассчитано. О. Да. О. О. А здесь мы насчитали каждый точек. Ну, да. То есть это, как бы, да, больше смахивает на, там, полный протокол межсорта скорее, да. Ну, так, по структуре памяти, чем надеюсь. Ну, тут среднее такое. Ну, с другой стороны, да. То есть, как бы, понятно, что полный протокол межсорта и делая с ним там что-нибудь, это, конечно, не новость в уголовной хронике. То есть, как бы, да. Каждый слов вспомнит дело Дольского в Одессе или дюрье в Мампелье. Так. Вот. Вот. Значит, теперь, значит, что нам это дает? Ну, тогда заметим, что если L, R устроены так, что L находится, там, допустим, в левой половине массива, а R в правой, может быть, даже на границе, то я утверждаю, что тогда мы найдем ответ за O от единицы. Вот. То есть, просто если где угодно слева, потому что ответ тут, то есть, допустим, L где-нибудь вот тут, а тут R где-нибудь вот тут, то тогда мы просто берем вот эту середину, так сказать, становимся, как, наверное, вот у нас утром сегодня была дуэль, ну вот она. То есть, товарищ, один уходит влево в сторону F, другой в сторону G, оба торжественную свою сумму находят, собственно, они их объединяют и радуются. Вот. Ну, что делать, если L и R оказались в одной половине, ну, скажем, в правой? Ну, в общем-то, то же самое. Тоже можно найти прям два полуинтервала, собственно, которые посчитаны, которые в совокупности составляют наш полуинтервал. Ну, понятно, здесь эти полуинтервалы, тут граница вот такая, ну и так далее. В общем, к чему это нас приводит? То есть, получается, по крайней мере, свести задачу к поиску двух полуинтервалов, на которых мы уже все насчитали, это мы уже поняли. Единственное, да, единственное, конечно, что пока мы это делаем, конечно, буквально чуть-чуть залог очень сильно. Поэтому нам теперь жутко интересно, вот даны L и R, а как найти, ну, хотя бы на каком уровне нам вообще работать? Ну, если мы найдем на каком уровне, ну, то есть так, то есть, по сути, что нам надо? Нам надо идти на каком уровне работать и какой конкретно, там, и на какой конкретно дуэли расходиться, правда? Вот, ну, здорово, и теперь тогда что это, что это нас приводит? Ну, давай, давай так, постепенно. Из картинки мы видим следующее, что нам, на самом деле, у нас есть число L и R, и нам надо найти число с максимальным количеством нулей между ними, которое там, ну, то есть, с максимальным числом нулей в конце, которое лежит в этом полуинтервале, правда? Вот. Ну, ладно, тут, конечно, оговорочка, может быть, небольшая оговорочка, что тут, допустим, там, L может быть равно нулю. Ну, думается, что если мы там посчитаем ответ не только для суффиксов, но и для префиксов заранее, ничего страшного не будет, правда? Вот. Поэтому без особого ограничения общества можно считать, что L больше нуля. Топереча. Ну, тогда, получается, я утверждаю, что нам надо просто найти число с максимальным числом нулей в конце между L включительно и R не включительно. Как же это сделать? Ну, давайте внимательно посмотрим. Раз от L включительно до R не включительно, значит, L больше R, неправда ли? Значит, давайте думать. Вот у нас как устроены L и R. Они устроены, значит, до какого-то момента они радостно одинаковые, 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 одинаковые. 1. Видите, да? Вот. А дальше что-то происходит. Ну, что могло произойти? Ну, у нас есть, в принципе, ну, вот. Но, в принципе, ну, вот тут дальше находится какое-то число и тут какое-то число, правда? Вот. Знаете, ну, вот. Я даже… Вот что я сделал. Даже давайте я вот R чуть пониже нарисую. Вот. Тут что-то и тут что-то, да? Тогда смотрите, какой тонкий момент. Я могу рассмотреть такое специальное число x между ними, которое равно… Вот смотрите, ну, до этого момента они совпадают. Здесь будет 1, а справа будет 0, 0, 0, 0, 0 до упора. Почему я их нарисовал именно так? Потому что, как легко убедиться, L меньше x меньше Lx. Согласны? Но тогда… Но чем этот x приятен? Этот x, обратите внимание, он приятен тем, что у нас посчитаны, что, ну, легко прям по определению видеть, что у нас, что более того, на самом деле, что L приятен тем, что L на самом деле больше либо равно, чем f от x, обратите внимание. Ну, потому что f от x, это то же самое, вот как L, только если бы тут были полностью нули. А L тут мог быть нули, мог быть и нет. Поэтому я тут больше либо равно пишу, да? Видите? Но с другой стороны, про x. Но с другой стороны, я могу теперь сказать, что R, это… Ну, вот, что R теперь заведомо строго меньше, чем g от x. Согласны? Ну, что это значит? Это значит, что… У меня тут ведро. Да. Это значит, что тогда суммы на подотрезках L от x в эту сторону и от x до R в эту сторону, да, возможно, пустое, но не важно, у меня посчитаны. Вот, они у меня посчитаны. Конкретно вот для этого x. И все, что у меня остается, это теперь просто за O от 1 каким-то образом из L и R этот x выкопать. А теперь внимательно посмотрите на картинку и скажите мне, как же мне по L и R за O от 1, ну, ладно, может быть, с каким-то предподсчетом, выкопать этот x. Нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, не, 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 Первый биток XOR, короче. Да, ну тогда заметим как. То есть действительно, если мы возьмем L XOR R, то мы замечаем, что до вот этого пазранзаставы тут будут нули, 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 нули. Вот. А вот здесь впервые в этом месте будет единица. А тут человек знает что. Но нам это не важно Потому что теперь, чтобы сделать x Я должен просто все справа от этой единицы занулить Но у нас по большому счету теперь, то есть, действительно То есть все, что мне нужно Это сказать, что у меня l То есть, значит, сказать так Значит, что, значит, мне нужно вот просто взять вот эту То есть, фактически все, что мне нужно Это найти, в каком разряде это произошло А в lxorr это самый старший разряд Поэтому все, что мне нужно, по идее Это для всех чисел от 0 до 2 в степени n-1 Ну, может быть, там до 2 в степени n Насчитать, где находится самый старший единичный разряд Но мы это можем без труда сделать Ну, там, за линию пробежаться И там, может быть, еще там крыльбитовая магия Которая, правда, это не заод единицы будет делать, но все равно Ну, то есть, там, что-то Вот Ну, не знаю Потому что, насколько мне известно, built-in pop counts Он считает количество единичных бит Но не заод единицы, а заод реального количества единичных бит Ну, ускоряет этот, да, прям заод единицы Ну, может быть А, ну, окей, окей, если есть, то есть, окей Ну, правда, у меня есть Ну, вот философский вопрос, но это уже да Ну, не важно Да, ну, математически неважно Практически, как бы, все зависит от того, будете вы тратить время на то, чтобы это писать или не будете Знаете, вот знаете, вот на контесте, как бы, знаете, тоже принципиальный вопрос Можете ли вы реализовать так, чтобы бинпоиск свести к ловербаунду Или будете писать бинпоиск сами? Математически без разницы А на контесте, как бы, вопрос, это будете ли вы писать еще 10 минут, там, причем с риском допустить ошибку, или не будете? Ой Ну, это отдельная песня, конечно Вот Так вот, ну, хорошо, ладно Допустим, мы этот, там, сделали предподсчет, этот бит нашли Но тогда возникает такой, действительно, внимание, вопрос Как же мне тогда найти сам x? Я же изначально только LR знаю, x-то я не знаю Но я знаю этот бит Да, но теперь я вот знаю этот бит Но если я, я могу тогда возвести 2 в степень этого бита Ну, в смысле, там, один хрест-хрест этот бит Тоже, слава богу, золот единицы можно сделать предподсчетом Ага Вот Ну и теперь у меня, теперь тогда, чтобы получить x, я должен просто сказать R and Вот это вот степень бойки Вот Ну, правда, это приведет, получится у меня, правда, та же самая степень Ага, ну, давайте То есть зануляться не только вот эти, вот эти штуки, но и вот это все занулиться Чего? Да, поэтому с n там тут, ну, n хочется, потому что хочется какие-то биты занулить А, точнее, да, просто мы же имеем право это все тупо сдвинуть на это количество бит, а потом сдвинуть обратно, да Да, типа одно и то же, но как бы там уже нули То есть фокус такой, знаете, да То есть, знаете, берем там часы и галстук у случайного посетителя, там кладем в ящик, там задвигаем, выдвигаем, его там нет Вот, ну, знаете, там, потом вы там достаете пистолет, стреляете в воздух, там сверху прилетает ящик с криками безобразия, я буду жаловаться в ВЦСПС Там, значит, появляется директор, там, учреждения, называется там все в шоке, там, вообще там, ну вот, ну и потом, вот, потом только в конце уже за кулисами к вам подходит, ой, а что с галстуком-то делать? А он, а что, он вам тысячи так, вот тут, вот тут галстук, вот часы, все, они так залезают себе в карман, а, ну да Вот Так Так, ну смотрели этот фильм, естественно, да? Ой, зря Ой, как классика быстро устаревает, вот посмотрите карнавальную ночь, не пошалейте, правда Да, то есть я понимаю, да, 56-й год, но правда, знаете, тут единственное только желательно это смотреть до конца, потому что я понимаю, что сначала вам может показаться скучно, но Называется, я вас уверяю, это временно Вот Так вот Так вот, ну, соответственно, вот этот фокус мы, значит, туда-сюда задвинули, значит, получилось Вот, ну, собственно, и все Чего? Так, еще вопрос возьми Нет вопроса? А можно как-нибудь считать не в векторах, а прям все в массиве? Не в векторах, а все в массиве? Нет, на самом деле, нет, на самом деле вполне можно Просто, вот не случайно я их нарисовал именно так, потому что на самом деле все вот эти значения можно банально написать в соответствующем Ну что, смотрите, каждый полуинтервал, да, он задается икштрихом, правда? Но смотрите, на каждом уровне у меня каждый икштрих встречается ровно один раз, либо в отрезке налево, в полуинтервале налево, либо в полуинтервале направо, правда? Особенно, ну, особенно, знаете, если мы, да, если мы тут все-таки воспользуемся вот этой интерпретацией Тогда для каждого икштриха у нас тогда на каждом уровне ровно одно значение Поэтому тогда это можно писать все не в векторах, а просто завести реально двумерный массив То есть там количество уровней на И для каждого икштриха прям вот это аккуратно насчитывать То есть в результате по факту, то есть там ответ у вас То есть ответ у вас будет действительно что-то типа, значит, значение таблички в точке L умножить на значение в точке R-1 Вот, R-1, то есть единственный только вопрос будет вот это все, это вам нужно только понять, на каком уровне вы находитесь То есть по факту, по L, XOR, R и вот этому старшему биту вы просто понимаете, на каком уровне вы живете И все, и просто на этом уровне просто берете типа вот это значение, вот это значение, там смержели, возрадовались Так что вот такая вот Вещение, что там какие-то беды будут Почему? Какие беды будут? Сейчас У нас же иногда Что будет, если R Вот на этой картинке, например, будет 1,0,0 А, ну да, действительно Сейчас Может все и хорошо, но я не понимаю Ну, на самом деле, да, нет Ну, на самом деле, нет, просто, нет, это просто говорит о том, что на самом деле просто вот эта вот часть, она может оказаться вырожденной на самом деле Но у нас нет значения, где она вырождена У нас нет точки Да, такого значения у нас нет, да Поэтому, к сожалению, придется, возможно, написать, что если X у вас случайно оказался равен R То тогда вы не делаете там это, ить, это, а просто возвращаете ответ, как ответ вот это Ну, знаете, это уже по мелочи Ну, просто из-за этой мелочи хочется писать не так, а рекурсивно, а рекурсивно это долго Ну, да, ну, долго, логарифм Чаще всего вам хватит Чаще всего вам хватит Ну да Ну да, потому что, нет, все зависит от того, как бы, чего у вас больше, запросов или элементов Потому что, как бы, смотрите Потому что, например, предположим, то есть, действительно, давайте думать То есть, всегда надо так проводить анализ Что предположим, что у вас массив на N элементов и Q запросов, да Тогда, если вы делаете вот это, там, любой версии Sports Table Тогда это у вас получается N log N предподсчета плюс Q Есть еще одна тонкость, давай считать, что у нас операция работает не за от единицы А за некоторое от K Вот ты упомянул, например, что я сказала, что я сказала, что я сказала, что у меня был теменец, когда я писал в Distribution Sports Table О том, что я мог себе позволить, как бы, N log N на K Но я не мог себе позволить Q log N на K Но, на самом деле, с точки зрения того, что выбирать, суть одна Потому что, как бы, и там, и там, фактически я, вот эти вот операции, они оценивают в том числе и сколько операций мне, сколько раз ить мне надо вывести Поэтому от того, что я, что тут, что в дереве отрезков, я тупо на K обнажаю Так вот, значит, тут N log N плюс Q А если, это вот St А если я делаю D, то тогда, смотрите, дерево отрезков я могу построить для заданного массива за O от N Вот Но только тогда мне придется тут Q log N раз страдать То есть, заметим, что вообще говоря, если Q оказалось меньше, чем N log N То есть, меньше, чем N То дерево отрезков начинает выигрывать Правда, другое дело, что если Q меньше Ой, и запросы статические То вообще можно задуматься о тем, чтобы провести сжатие координат И тогда там вообще потом после этого развлекаться за Q log Q Но это уже другая песня Вот А так, в принципе, вот То есть, кто меньше? Если Q меньше, чем N, то D, он начинает выигрывать Если Q больше, то, конечно же, Spark Stable выигрывает Если Q примерно одинаково, а N, то там уже надо константу реально мерить Потому что, в общем-то, у Spark Stable даже нельзя сказать, что там константа вообще прям Называется прям мега муа Ну вот, поэтому тут балансик Ну да, да, ну вот, да То есть, видите, то есть, как сказать, то есть, уже чемпионат по дополнительным показателям уже начинается Вот это вот Так что вот такая вот красота у нас получилась Вот, но тем не менее, да, структура красивая Собственно, структура милая Вот, так что здорово Так, ну что, так, есть ли тут какие-то вопросы? Нет Вот, ну хорошо Ладно, тогда пойдем Кое-куда еще Ладно, давайте это безобразие мы уберем Вот Ну а теперь мы все-таки перейдем к маленькому приятному методу четырех русских Да Ну вот Нет, в таком виде нет. Но я боюсь, когда как он начнет изменяться, так я боюсь, там как бы все логарифмы повылезают сразу. Нет, в принципе, отдельный вопрос, а можно ли сделать так, чтобы изменение было за логарифмом, а нахождение там суммы на подотрезках в точь, в золот единицы? Протяж нет. Почему? А точек, который при их ставке, это уже не значение легких. Нет, нельзя. Ну да. Изменяется, чтобы вроде n точек, то ли n точек. Ну, конкретно тут, да, потому что тут придется много чего менять, потому что если у вас там был большой полуинтервал, на нем в середине точка поменял, значит тут все надо пересчитывать. То есть нет, если вы умеете это, то есть если это, скажем, какая-нибудь сумма на подотрезке, или там SparkStable это на минимум, а числа только уменьшаются, то тогда, конечно, вы тут за логарифмом все пересчитать можете. А как у тебя запросы, как все это умеется? Так же. А, черт, а, черт, да. Ну, фу. Ну ладно, нет, там, ладно, там можно. Нет, ну там я не знаю, если на каждом полуинтервале хранить стэк, а, черт, тогда это в запросах поиск по стэку, да, черт, жаль. Ну да, вряд ли. Нет, ну если честно, знаете, то есть есть аргумент за то, что скорее всего это нельзя в принципе подобные вещи делать. Аргумент следующий. Давайте мы будем искать минимум на отрезке, и при этом, кстати, на отрезке у нас сидят те самые камешки, которые мы только сравнивать умеем. Тогда у меня почему-то, тогда вот возникает как-то жуткое подозрение, что, ну, конечно, что за, что там, если мы будем менять какие-то элементы, то за просто так, как бы, дешевле, чем за логарифмом, и ответ не получим. Ну вот, потому что, называется, ответы у нас, ну вот, потому что ответ у нас, там вариантов ответа много. Ну, то есть нет, аргумент, конечно, сомнительный, потому что мало ли какой предподсчет мы там сделали, потому что теоретически, если мы бы сделали предподсчет там, скажем, на полную таблицу, прям вообще за квадратичную таблицу, то мы бы могли за от единицы ответы давать. Вот. Поэтому там сомнительно. То есть даже там, если у нас предподсчет уже там за какой-нибудь n log n, то может быть и можно как-то. Вот. Ну ладно. Давайте тогда перейдем к методу четырех русских. Значит, теперь мы все-таки вернемся к задаче на минимум. Потому что основная у нас цель, основная у нас цель. Это такая, дан статический массив, и мы хотим искать минимум на отрезке за от единицы. Давайте за от атермана. Не. Ага, за от атермана. И в оффлайне запросы, да? Да. Вот. Ну не важно, ну вот. Не, мы круче. Мы хотим не только минимум на отрезке за от единицы. Да, минимум на отрезке за от единицы умеет спарстейбл, это да. Но спарстейбл требует предподсчета за n log n. А мы сделаем себе круче, мы хотим предподсчет за от n. То есть мы хотим прям идеальный алгоритм. И это называется метод четырех русских? Нет, это называется алгоритм Фарах-Колтон-Бендера. Да, Фарах-Колтон-Бендер. Две фамилии. Ну, Фарах-Колтон и Бендер. Двойная фамилия. А еще тут двоимки где потеряли? Там они вообще не русские. Нет, это не русские. Дело в том, что в основе этого алгоритма лежит метод четырех русских. Нет, там реально четыре русских. Дениц, Кронрад, Фараджи, Фарлазаров. Дениц русский? А, круто. И вот его и Ефим, гордость России. Да, Ефим, да. Ой, да, там-то, господи, там хит сезона. Потому что какие-то алгоритмы с одной стороны железного занова, потом с другой стороны Дениц. Потом начинаются две теоремы Карзанова еще. Ну, Карзанов точно русский. Нет, у Балли, потому что хит сезон, а потом какие-то чемпионские алгоритмы начинает предлагать такой Американ Саинтист, Американ, Эндрю Векшислав Голдберг. Эндрю Векшислав Голдберг. Да, в Википеде реально так написано. Хотя, не знаю, судя по комментариям Станкевича, судя по всему, ему довелось с ним пообщаться и на русском языке, в принципе. Так, ну, собственно, с творчеством этих всех замечательных личностей мы обязательно познакомимся, не позже, чем в начале третьего семестра. Хотя такими темпами, может, и во втором уже доживем, я не знаю. Ну, собственно, к чему и нет, на самом деле. Так вот, ладно, ну вот если конкретно минимум, мы хотим вот сделать предподсчет за О от Н и за О от Единицы. Ну, как это делать? Ну, сейчас я, конечно, сделаю такую более длинную операцию. Ну, хотя, возможно, там кто-то и знает, что есть более короткая, но на самом деле тут, конечно, длинная цепочка. Дело в том, что такая задача статик РМК, давай, или даже вот написать оффлайн. Нет, ладно, не оффлайн. Ладно, все-таки. Да, все-таки статик РМК. Дело в том, что она сводится к задаче статик ЛЦА. Вот, да, мы не знаем, что такое граф. Но все-таки здесь мы предположим, что вы все-таки знаете. Значит, смотрите. Ну, что такое задача ЛЦА? Дано подвешенное дерево. Вот. Дано нам подвешенное дерево. Там для каждой вершины, скажем, известный его предок, например, ну, понятно, там можно потомок и так далее. И вот нам с вами очень-очень-очень-очень хочется искать ЛЦА. Что такое ЛЦА? Это наименьший общий предок. Да, то есть, например, вот для вот этой вершины, это я хочу найти самый глубокого, глубокого общего предка. В данном случае это будет вот он. Понимаете, да? Ну, сталкивались, я думаю, скорее всего, с таким объектом. Вы его там умеете там тоже сводить с помощью там к самому же Sports Table или там двоичные подъемы еще есть. Вот. То есть, для самой задачи ЛЦА может они не нужны, но если вы там хотите искать, скажем, минимум на пути за логарифмом, то на самом деле двоичные подъемы вас могут очень выручить. Как говорится, без этих ваших там, как вы их там называете, heavy-light decomposition-ов. Вот, тем более, что они за лог квадрат. Вот. Итак, смотрите. Так вот, значит, план дальше. Так вот, мы сведем, построим просто дерево и будем сводить задачу к ЛЦА. Задачу ЛЦА, в свою очередь, мы тоже сведем к задаче РМКУ. Ну, да. Да-да-да. Этот факт мы отправляем действительно в какой-нибудь золотой зал славы и просто и садим его рядом с утверждением о том, что МЕРСОРТ работает за ОАДН. Вот. А потом просто важно дорисовываем тут три важных символа. Плюс-минус один. Дело в том, что я буду сводить не ко всем массивам, а к массивам, у которых любые два соседних элемента отличаются на единичку. Вот. И вот уже на эту задачу мы будем натравливать метод четырех русских. Ну, там эти вот. Вот такой план. Ну, спрашивайте, как же это сделать? Ну вот. А вы знаете, достаточно просто. Да, мы с вами не знаем, что такое ЛЦА. Но что такое декартовое дерево мы знаем? Нет, мы не проходили. А, нет. Проходили. Так вот. Давайте объявим эту штуку приоритетами. И построим на этих приоритетах декартовое дерево по неявному ключу. Прямо, чтобы только вот этот неявный ключ должен быть вот такой. Вы же помните, мы же умеем по заданным приоритетам и отсортированным ключам строить дерево за линию. Правда? Умеем? Что, не обсуждали? Ну, давайте обсудим. Хорошо. Значит, смотрите. Итак, значит, задача. Так, ну, во-первых, давайте сразу обсудим, значит, почему то, что мы сейчас построим, это то, что нам надо. Потому что рассмотрим вершинку с минимальным приоритетом. Давайте объявим ее корнем. То, что справа будет находиться в правом по дереву, то, что слева в левом. Тогда заметим, что для всех подотрезков, в которые она попадает, значит, минимум будет именно она, но и LCA будет именно она. Правда? Поэтому, то есть, как бы, если ответ это она, то вот, значит, тут все в порядке. Значит, дальше строим рекурсивно. Рекурсивно, значит, берем вот на этих подотрезках тоже минимум. Да? И опять же, то есть, строим тут вот опять, то есть, вот повешиваем так, и тут получается то, что слева, ну, тут уже только пятерка осталась, да? И тут, соответственно, тоже какое-то поддерево. Теперь заметим, что если у вас в этом подотрезке минимум это, то есть, он лежит вот слева отсюда и захватывает вот вершину, то минимум она и LCA будет тоже она. Понимаете, да? Если мы построили декартовое дерево. Да, если мы вот построили такое дерево, да, я сейчас объясняю, что если мы сейчас реально построим такое декартовое дерево с такими приоритетами, то, как бы, будет то, что надо. То есть, будет, на нем мы будем строить потом LCA. Вот, строили когда-нибудь LCA на декартовом дереве? Ну, так что вот. Так, ну ладно, понятно ли, что, короче, надо декартовое дерево построить и сведение сделано. Ну, вот теперь тогда, вот, раз уж действительно так, кстати, произошло, давайте еще раз, значит, давайте попробуем его построить. Строить мы его будем следующим образом. Так. О, слушайте, а тут, кстати, да, ну вот, кстати, неплохой пример получился. Значит, будем строить слева направо. Значит, ну, начнем с пятачка. Дальше мы видим единичку. Ну, единичка меньше пяти, тут пока все понятно. Дальше. Следующая вершина по приоритету больше, чем вот эта. Поэтому ее спокойно можно тут справа подвесить. Ну, каждую вершину мы должны где-то справа подвесить, да? Вот в идеале эту вершину тоже бы мы хотели прям за вот единица подвесить сюда. Но мы и не можем этого сделать, потому что у нее приоритет меньше. Так, тогда мы отправляемся к ее родителю и понимаем, что у этого родителя приоритет еще меньше. Поэтому это нам дает возможность подвесить двоечку просто прямо к нему, а к этой двоечке слева подвесить вот это тут все. Ну, тут пока одна вершина, но, соответственно. Видите, да? Теперь видим троечку. Мы видим, что мы сразу ее справа можем подвесить, потому что ее приоритет больше, чем то, что тут было справа. Поэтому прямо вешаем сначала троечку, а потом и восьмерочку. А теперь нам пришла четверочка. Смотрите, сюда мы ее подвесить пока не можем, потому что четверочка тут меньше. Вот. А сюда можем. Ну, так давайте так и сделаем. Сюда четверочка, сюда восьмерочка. Такой более интересный случай. Такой самый показательный. Единичку сюда мы подвесить не можем. И сюда подвесить не можем. Даже можно это все затирать. И сюда подвесить не можем. А сюда, ну, так и быть пусть можем. Тогда, смотрите, мы вешаем единицу вот сюда. А слева от нее вешаем вот все вот это под дерево. Да, пожалуй, вот это не надо стирать. Не надо. Три-четыре. А, пардон. Да-да-да-да-да-да. Пардон-пардон-пардон. Конечно. Вот. То есть прямо вот взяли под дерево подвесим. То есть смотрите, что у нас происходит. На каждом шаге у нас есть дерево, которое с нашей точки зрения устроено вот таким образом. То есть вот такая цепочка, правый путь, на котором висят какие-то левые деревья. Да, левые в хорошем смысле этого слова. Но нас в первую очередь правый путь интересует. Значит, как мы тогда это работаем? Тогда мы идем, внимание, это важно, снизу вверх. И находим вот этот наш приоритет, между какими двумя его можно вот так вот вставить. Находим и, соответственно, вставляем. То есть тут прям левое под... объявляем, что все вот это, это его левое поддерево. Чем приятен... Ну, конечно же, может так случиться, что у него приоритет меньше всех, но тогда, значит, мы объявляем эту вершину новым корнем. И все вот это все слева к нему вешаем. К чему это нас приводит? Приводит нас к тому, что да, мы построили такое декартовое дерево, но заметим, что этот алгоритм работает за O от N. Почему он работает за O от N? Да просто потому, что если мы прошлись тут вверх за O от, допустим, 4, то у нас вот этот правый путь уменьшился на 3 и прибавился на 1. Ну, можно вообще себе это воображать, знаете, что... То есть, как бы, если вы не хотите для вершины хранить родителей, то вы можете просто эти вершины хранить, например, в стеке. И если вам вы справа вершину подвесить не можете, значит, вы эту вершину из стека удаляете. И дальше тогда уже стандартная логика в духе, что каждая вершина может быть удалена из стека не более чем один раз, а всего вы туда добавляете N вершин. То есть, следовательно, суммарно этот алгоритм работает за O от N. Вот, понятная технология? Такая вот. То есть, вот таким вот образом мы свели статик РМК к статик ЛЦА и еще и заодно научились строить декартовое дерево. Так, тут еще вопросы есть какие-нибудь? А мы не нашли еще. Это общий план всего этого фарха Кл. Тонбендера. Вот. Потому что на самом деле все, что мы пока сделали, это сделали вот это сведение. То есть, вот это сведение, ну и просто решение статик ЛЦА. То есть, это просто приятно, что если у вас есть подвешенное дерево, вы можете сделать за O от N предподсчет и потом за O от 1 ЛЦА искать. То есть, это само по себе интересная задача уже. Но как же нам теперь вот у произвольного ЛЦА... Да, уже у произвольного дерева из кателца, так и сводить коробку. Ну, как говорят это? Как это говорили? Делаем, как всегда. Как мы это в войску делаем, как всегда. В войско хора. Мы и сдаемся. Не та пластинка. Так. А идея такая. Запустим еще один алгоритм, который мы не знаем. Но я поверю, что вы сталкивались с такой аббревиатурой, как ДФС. Да, возможно, даже на вступительной работе. Вот. Ну, идея такая. Значит, запускаем ДФС. И выписываем все вершины, которые видим. Причем, во-первых, мы выписываем сам корень. Вот смотрите, давайте я вершины тут буковками помечу. Там А, Б, С, Д, там Е, Ф, Ж, там допустим, H, I, J, K, L, M, там N, O, P, там Q, R, S, T, U, так нет, это B. Там U, В, W, X, Y, Z, да ладно. Ну ладно. Фи. Так, а это что за буква вообще? Так. Нет, мы уже теперь LCA к рамку сводим. Это вообще произвольное деление. Абсолютно произвольное, да, но мы ее тоже уберем. Ладно, пусть это будет альфа. Ну, маленький алфавит этот. Там еще есть альфавит. Где? Вот это? Нет, проверили еще не куда-то. А-а-а. Ой, ладно. Умлаут так умлаут. Так. Так вот. Значит, смотрите, выписываем вершины. Но, во-первых, сначала выписываем вершину А, а после этого начинаем выписывать все вершины, которые видим. Причем, когда идем по ребру вниз и когда идем по ребру вверх. Получается примерно следующее безобразие. Значит, K, значит, потом J, потом P, потом идем назад J. Значит, тут L, J, FI, J. L, J, FI, J. Значит, возвращаемся тут K, M, K. Возвращаемся в А. Идем дальше. Тут, что там, E, H, там, альфа. Там, E, H, альфа. Тут C, альфа, R, альфа, Q, альфа. Да? Вот это все. C, альфа, R, альфа, Q, альфа. Куда-то там возвращаемся. Но я думаю, куда мы там возвращаемся. Там, H. Но я думаю, ладно. Дальше я думаю, дописывать нет смысла. Я думаю, вы так поняли уже. Как искать LCA на этом все? Так вот. Дело в том, что мы выписываем не только сами вершины, но мысленно мы еще выписываем их глубины. Ну да. Ну вот как-то так. Вот обратите внимание. Вот, кстати, и выплыл массивчик, у которого любые два соседних отличаются ровно на единичку. Да? Выплыл. Вот, выплыл родимый. So, what's next? А next будет такой. Значит, смотрите. Когда мы, если мы хотим найти LCA между вершиной P и вершиной N, допустим, я просто найду первое вхождение каждой из этих вершин в наш массив. Ну, я их могу заранее предпочитать, правда? Я возьму их под отрезок. Я на этом подотрезке найду вершину с минимальной высотой. Утверждение. Утверждение. Это она. Это LCA. Почему так? Ну, догадательство очень простое. Потому что рассмотрим у двух вершин LCA. То есть, заметим, вот у меня есть вершина, допустим, X, вершина Y, и есть вот эта вот LCA от XY, которую мы обозначим как Z. Тогда, смотрите, тогда у нас в этом массиве, мы тут шли, 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 и пришли в вершину Z, наконец. Она у нас впервые произошла. Заметим, что у нас будет приходить. Мы сначала пойдем в какое-то ее поддерево, потом вернемся в Z. Потом еще походим по поддереву, вернемся в Z. Еще подходим в Z и на этот раз покинем навсегда. Вот что произойдет, если у Z 3 поддерево. Ну, если 4, то тут будет 4 отрезка, ну вы поняли принцип. Но теперь идея такая. Что самое важное для нас, это то, что все вхождения X и Y, как вершины, находящиеся в поддереве Z, будут где-то здесь. Причем, более того, скорее всего, X и Y, ну мы сейчас не можем для простоты рассматривать случаи, когда X является предком Y, да? Ну вот, но если X и Y не являются друг другом предком, то значит X лежит в одном поддереве, а Y в другом. Ну там вот Y где-нибудь вот здесь, а X, допустим, здесь, да? Но тогда смотрите, какая ситуация. Заметим, что на этом отрезке все глубины не меньше, чем глубина Z, но так как Y и X лежат в разных поддеревьях, то между ними Z будет обязательно. То есть, следовательно, этот минимум будет равен именно глубине Z, а такой глубиной в этом месте обладает токана. Да, я не знаю, там выдали ли вам минимум вот конкретно этот или конкретно этот, но вершина тут будет все равно одна этаж. То есть, вот таким образом получается на этом массиве нам надо просто находить минимум на отрезке. Ну, правда, с оговоркой, что как бы этот минимум вам надо не сам минимум находить, а где он находится. То есть, вот таким вот образом мы свели задачу к статик РМКО. Вот, понятно? Вот, понятно. Таким образом, вот эту штуку мы, то, да, именно важно, что плюс-минус один. Ну, вот мы подошли к самому интересному. Вот, так и хочется сказать теперь. А теперь, дамы и господа, вот, собственно, самое интересное. Вот, жалко, они с нами нету. Вот. Поэтому, товарищи, значит, смотрите. Можно было так сказать, господа. Можно. Господа. Господа к друг другу на «вы» общаются. Так что тут максимум, товарищи. Как это? А по-хорошему вообще, по-су-ны. Хотя, действительно, да. Как это можно? Теперь, господа, самый очаровательный алгоритм, который встречался в жизни. Или по-су-ны смотреть прикол. Ладно, значит, в любой терминологии, значит, суть алгоритма остается неизменной. Это есть суть метода. Итак, значит, у нас есть мистический массив. Вот, его можно изобразить вот таким вот, вот таким вот веселым графиком. Вот. Ну вот. А теперь, значит, смотрите. Основная фишка метода четырех русских звучит так. Зафиксируем «к», которое выберем позже. То есть у нас есть какая-то, ну, так сказать, константа. Но она, правда, будет зависеть от «n». Но у нас и массив. У нас задан массив размера «n». Выберем какое-нибудь число «k». Зафиксируем его. И разделим отрезки. Да, разделим массив на подотрезки размера «k». Вот. О, ладно, дожди. Ладно, давайте так это. Объединим это с корневухой и назовем эту длину отрезка. Это «k» бубен. Бубен. Ну. Откуда корневуха? Не, тут не корневуха, а бубен. Но там тоже, знаете, разделяют на блоки размера, который потом подгоняется. Ну вот, поэтому часто, ну, часто оно бывает называется «бубен», бывает называется «блок». Но вот, но чаще вот «бубен», потому что, ну, там, «шаман-бубен-технологии» и вот это вот все. Так вот. Итак, разделяем отрезки. Массив на отрезки размера «бубен». Всего отрезков, как вы уже догадались, «n» поделить на «бубен». Да, вы когда-нибудь делили «n» на бубен. Вот. Ну и так далее. Так вот, в чем у меня идея? Ну, во-первых, заметим, смотрите, каждый отрезок, каждый отрезок у меня, он, смотрите, он является собой конец какого-то бубнового блока, несколько полных блоков, идущих подряд, и начало какого-то блока. Тогда смотрите, какая у нас идея возникает. Мы же можем, во-первых, заметим, что на каждом блоке мы можем насчитать ответы на префиксах и на суффиксах. Правда? Суммарно за «o» от «n» получится, потому что в каждом блоке эти действия «o» от «бубна». Правда? Ну, это все равно «o» от «n». Правда? Топереча. А теперь заметим следующее, что попутно мы как раз в каждом блоке минимум насчитали. Правда? Насчитали? Насчитали. А давайте на этих минимумах построим спарстейбл. Вот. Построим спарстейбл, и тогда с помощью таких технологий мы уже на все такие подотрезки сумеем ответить за «o» от «1». Потому что есть ответ на суффиксе, есть ответ на префиксе, есть ответ в спарстейбле. Понимаете, да? Вот, собственно, и все. Жалко, что не работает. Да. Значит, еще раз, смотрите. На каждом блоке мы считаем минимумы на префиксах, минимумы на суффиксах. Суммарно за «o» от «n» мы это делаем. Потому что в каждом блоке мы это делаем за «o» от «bubin». С другой стороны, у нас на каждом блоке нашелся минимум. И я на этих вот минимумах хочу построить спарстейбл. Если я на нем построю, тогда каждый отрезок, он представляет из себя суффикс, несколько подряд идущих блоков и префикс. Минимум на суффиксах я беру за «o» от «1» из этого блока, минимум на префиксах из этого блока, а минимум из минимумов блоков под отрезки я беру из этого спарстейбла. Получается «o» от «1». Ну, то есть, да. Ну, а теперь думаем, какой у нас предподсчет. Сколько времени мы потратили на предподсчет? «n» плюс «2» «o» от «n» там, ну «2n» плюс «2». «n» делить на «bubin». Там, допустим, «log», «n» делить на «bubin». Ну, замечаем, что если «bubin» там где-нибудь «log n», то, в принципе, это уже превращается «o» от «n», правда? А вообще, чем больше, тем лучше, правда? Да, давайте вообще «bubin» равно «n». Ну да. Но внимание на… да. Так. Вот, внимание, вопрос. Да. Где ошибка? Вот тут вот. А, если она в одном «bubin» не будет участвовать. Да. Но, к сожалению, да, это не работает по одной маленькой причине. К сожалению, нам могут подсунуть вот такие отрезки. И такая технология в таком случае, ну, ее полномочия тут, короче, все. Вот. Ну, что же делать? А вот, да, вот тут начинается просто ядро этой технологии. Смотрите, тут прям самая магия. Заметим, что вот сколько у нас вообще… Вот, рассмотрим вот эти вот отрезки длины бубен. А теперь давайте подумаем. А сколько вообще различных отрезков в принципе там может оказаться, учитывая, что у нас rnq плюс минус один? Ну, не совсем. Правильно, ответ бесконечно много. Потому что тут могут быть отрезки 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 и так далее. Но заметим, что с точки зрения поиска минимума, да, нас интересуют только их условно-частичные разности. Правда? Ну вот. Какие бесконечно много отрезков будут получиться? Это отрезки, которые реально могут оказаться блоками. Отрезки, которые те могут оказаться… А! Так можно. Да, формально говоря, такое вот. И так до бесконечности. Да, окей, хорошо. Вот. Но заметим, что нам, в общем-то, если мы вычтем мысленно хотя бы из этих блоков, там из всего блока одинаковое число, то позиция минимума не поменяется. Правда? То есть, ну вот. То есть, в общем-то, мне достаточно знать только вот эти вот попарно соседние разности. Правда? Ну, эти, как сказать, частичные разности. То есть, ну вот, и они будут представлять из себя только числа там 1, 1, минус 1, там и все. Понимаете, да? А вот их уже всего лишь 2 в степени бубен, даже минус 1, но я не буду его писать. То есть, с точки зрения вот этих сдвигов, у нас эти штуки всего 2 в степени бубен. Видите, да? Да. Порядка 2 в степени бубен. Сол, зык, вещен, из. Вот. Значит, что предлагается делать? Ну, бубен должен быть, наверное, не очень большой константой. Поэтому мы тут сделаем просто вот главный финт ушами этой технологии. А именно, а давайте все такие объекты переберем. Вот все 2 в степени бубен. И для каждого из них на каждом подотрезке прям тупо найдем минимум. Да, прям вот так нагло. То есть, тогда мы после этого предпочитаем для каждого блока, какой он в самом начале, да? И после этого тогда вот в этой вот огромной мерзкой таблице тогда сможем за у от единицы таких мелочей находить ответ. То есть, вот в этом и смысл, да, технологии, вот методы разделяй и властвуй. То есть, разделяем все на какие-то такие мелкие подотрезки, то есть, большие мы там как-то считаем с помощью вот больших структур, а мелкие мы прям тут перебираем полностью в тупую. То есть, вот такая вот у нас технология. Так, вот, понятно, да? Тогда давайте посмотрим. Вот мы эти все подотрезки бубнового отрезка мы за сколько посчитаем? За 2 в степени бубен квадрата. Да ладно. За 2 в степени бубен все это в квадрате. А в квадрате-то зачем? Откуда? У тебя всего отрезка в 2 в степени бубен. Да, для каждого отрезка я перебираю левую и правую границу. Так, и сколько этих левых и правых границ? Отнутри бубен квадрата. Да, бубен квадрат. Ну да, причем, можно даже не мелочи сказать, что так, отрезков у меня бубен в квадрате, для каждого из них я ищу минимум за линию, поэтому бубен в кубе. Да, на самом деле да. Да, можно при очень большом желании оптимизировать до квадрата, если хотите. Или там построить какой-нибудь спарстейбл за бубен-лог-бубен. Но на самом деле вообще нет резона заборачиваться. Сейчас увидите почему. Итак, значит, этот предподсчет торжественно добавляется вот сюда. Значит, 2 в степени бубен на бубен в кубе. Вот теперь давайте думать. Чему у нас должен оказаться равен бубен, чтобы это было хорошо? Лог-н в кубе. Чего? Лог-н все в кубе. Ну вот, на самом деле да. Можно пытаться понять, как действительно тут догадываться, но можно просто спалить ответ. Да, сам лог-н, конечно, не поможет, потому что тут будет n на какую-то гадость в кубе, да. Но мы просто объявим. Давайте пусть у нас бубен, да. Обычно бубен это корень или корень из n-лог-н, но у нас он будет лог-н, внимание, именно пополам. Это важно. Потому что если я подставлю сюда лог-н пополам. Лог еще двоичный, потому что теперь у нас константа важна. Ах, да-да-да-да. Ну то как-то. Тогда получается 2n плюс, значит, 2n поделить на лог-двоичный n умножить на логарифм двоичный n поделить на, да, в общем-то, уже не особо важно что. Потому что заветите, что это уже точно не более чем у от n, правда? А что у нас здесь? Здесь получается 2 в степени лог-два-н пополам на лог в кубе n. Ну поделить на 8, но это уже не принципиально. Но что такое 2 в степени лог-два-н пополам? Да, он родимый. Это тупо корень из n. Но корень из n умноженный на логарифм в любой степени, это o от n. Вот. Ну и, собственно, все. То есть получается, что суммарно это все o от n. Да, конечно, неожиданно, это, конечно, не к таким алгоритмам за o от n мы привыкли, конечно. Но, да. Как говорится, это все безобразие тоже вот за o от n работает. Так что вот такая вот технология метода четырех русских. То есть зафиксировать бубен, который выберем позже. Вот, потом и там разбить все на отрезки, там, какие-то отрезки или кусочки размера бубен. И для каждого этого кусочка, там, для каждого возможного вообще кусочка все посчитать. Причем, заметим, что у нас, обратите внимание, кусочков у нас что-то типа n поделить на бубен, а мы посчитали так, что у нас, скорее всего, 2 в степени бубен даже меньше, чем n поделить на бубен. Поэтому по факту у нас тут, то есть, скорее всего, кусочков, которые мы посчитали, там, обсчитали даже меньше, чем вообще кусочков, которые нам предложили тут. Собственно, ровно за счет чего мы, в общем-то, и выигрываем. Вот. То есть, вот такая вот технология. Ну что, есть ли тут какие-то вопросы? Знаешь ли ты версия по алгоритму, которую реально можно написать, которая будет выигрывать? Я узнаю. Вот. Вот я сейчас ее вспоминаю. Ну, что значит реально можно написать? Ну, в смысле, что она не требует 3 стрелочки для себя, не требует... Так, вот, да, именно к ней я и хочу... Не требует 4 тысячи на n в памяти. Ну, сформулируем так. Не, ну, скажем так, понимаешь, вот что-то подобное все равно придется писать, может быть, даже в более усложненной версии. Более упрощенной. Да? Ой, лень. Но я боюсь, там в этом отрезке, в каждом бубне сейчас тебе придется чуть более сложные вещи считать. У нас была лекция, собственно, вот по... Я помню. ...самый алгоритм, как русских, и на нее встрял Егор Нукачев и такой, ребята, забудьте все это, я сейчас вам такое расскажу. Так. Идея в чем? Можно пройтись по всему массиву, как мы с астеком. А стек запечатать просто в битовой маске. Да. Так. Эта битовая маска может быть размером, скажем, n. В смысле, log n по длине. Так, и что? И теперь, если у нас длинный запрос, в миллионах все то же самое, а если у нас короткий запрос, то нам нужно просто взять некоторую битовую маску, обрубить ее с конца и взять первый ноль, первый день. Ну, да, 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 правильно, да. У меня такой же алгоритм, да. Он гораздо приятнее. Ну, к кому-кому. Ну, как сказать? Что приятнее? Делать что-то там с теком какие-то там, что-то непонятное хранить или тут? Или сначала свести, построить декорное дерево, потом перевести его в высот и потом построить декорное дерево. Другой вопрос, что вы можете, конечно, свести статик ЛЦА к статик РМКУ плюс минус один и его так же решать, как ты сказал, конечно. Вот. Ну, окей. Да, теперь сейчас я вот расскажу. Так. А, или все эту лекцию слушали, повторяться нет смысла, нет? Нет? Что? Два человека, да? Точно два? Нет, просто честно скажу, у меня просто аналогичная ситуация в прошлом поколении была. То есть мне этот алгоритм, собственно, ваши и предшественники рассказали. Вот. Я не знаю, видимо, кто-нибудь, да, другой Егор. А, или Егор Горбачев слушал лекцию вместе с ними, а потом пришел обрадовался. Я не знаю. Но, в принципе, да, крутой алгоритм в любом случае. Да. Значит, смотрите. Теперь, как делать все то же самое, но без сведения к каким-то там непонятным ЛЦА и ДФС. Ну, да, ДФС это сложный алгоритм, на самом деле. Нет, на самом деле, зря смириваетесь. На самом деле, вот знаете, если так покопаться в истории, то, как это ни странно, вообще такая, то есть тут, ну тут надо, конечно, смотреть, то есть первое появление что-то подобного ДФС относится едва ли не к веку, там, 19-му даже. Вот. Но на самом деле, вот первая статья, вот такую статью, которую я вот реально видел по ДФСу, там, его свойствам, это была статья 75-го года. Автор Роберта Эдна Тарьян. Но в этой статье, правда, рассказывались такие мощные вещи, как поиск, значит, точек сочленения и компонент сильной связности. Причем не двумя ДФСами, а одним. Естественно. Ну, это два принципиально разных алгоритма. Так что тут, ну вот, ну там просто, да, вот. То есть у него другой алгоритм был. Так вот, это я просто к чему? Просто дело в том, что практически все алгоритмы поиска кратчайших путей, ну, по крайней мере, в основных версиях, к тому моменту уже были. Ну, скажем, алгоритм Дэксперн пердатируется 59-м годом, например. Ну, там всякие, там, ну, Флойд и Форт Беллманы, по-моему, тоже в этом районе. Ну, там, про остовные деревья вообще молчу, потому что там Прим-Краскал это 50-е годы, Баруфка 20-е годы вообще. Вот, то есть как это называется? Зачем был? Все алгоритмы реально. Что? Очевидные алгоритмы просто. Чувач? Очевидные 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 очевидные. Ну, не совсем так. Нет, ну, они более, на самом деле, они могут быть более очевидны, чем ДФС. Почему? Ну, потому что, на самом деле, то есть, ну, все алгоритмы практически, вот, поиска кратчайших путей, они берут свое начало, на самом деле, они основаны на БФСе, на самом деле. А точнее, на волновом алгоритме. Ну, вот, а идея которого, ну, о чем она говорит? Ну, берем стартовую вершину, нолик, да? Так, у всех ее соседей, там, понятно, расстояние 1, у соседей соседей, там, вот, расстояние 2, ну и так далее, да? То есть, все остальное, это как бы, как, просто как тебе, можно волны прям векторами, прям по векторам перебирать аккуратненько, да? Вот, ну, можно там эту очередь забабахать и получится, вот, там, всеми нами любимый БФС, ну и так далее. Вот. То есть, ну, а все остальные алгоритмы, то есть, там, дальше, там, начинаем, давайте, а если тут веса от 1 до k, потом k начинаем увеличивать, там, потом у нас получается, там, k очередей, мы некоторые начинаем пропускать, так, в общем-то, алгоритм дейкстра и появляется. То есть, на самом деле, это такой БФС с бесконечным числом очередей, на самом деле. Ну, в свое время мы подробно об этом поговорим, я так это пока для затравочки, но на самом деле вот дейкстра просто вот отсюда берется. Или там, Форт-Беллман, например, это тупо давайте найдем расстояние методом динамического программирования, на самом деле. То есть, вот это тупо ДП, что прям в классическом стиле пишем. ДП от В, Ж. Минимальный вес пути, который идет до В и состоит ровно из Ж-рюмера. Ну, или меньше либо равно, чем Ж, там, разные модификации. То есть, в общем-то, такие достаточно стандартные подходы. То есть, с этой точки зрения, ДФС как концепция сама по себе не такая тривиальная, на самом деле. Вот. Ну, вот, поэтому тут вот. Поэтому, возможно, мы на самом деле, там у нас получится так, что мы будем это знать, там, это, дейкстра с потенциалами, но не будем знать ДФС. Ну, как сказать, именно обход как алгоритм, ну, не скажу, хотя, скорее, с ДФС. Ну, хотя, давайте, понятно, что само по себе математическое знание при существовании Лерго-цикла, оно относится еще, по-моему, к веку 18-му, скорее. Потому что связано еще, собственно, с именем Леонарда Элера, собственно. Вот. Ну, собственно, там, Кёнигсбергские мосты, вот эти все там, все дела. Вот. Ну, вот, то есть, вот это все. Так, так вот. Значит, пока мы тут говорили, я тут почти все стер. И теперь у нас следующая технология. Смотрите. Вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Значит, смотрите. Значит, опять делим, ну, значит, массив на этот раз абсолютно произвольный. Там 5, 1, 4, 2, 3, 8, там, 57, 1, ну и так далее. Делим его опять на отрезки по бубен. Да, на всякий случай сейчас мы не будем предсказывать бубен. Вот, сами себе подгоним. А теперь, значит, внимательно думаем вот о чем. То есть, теперь, к сожалению, у нас… Может, поменялся по дороге. Может, и поменялся. Вот. Ну, может, поменялся, может, нет. Ну, как бы. Если что, в первых клетках 4, во вторых 5. Чего? Не-не-не, это число 57. Ау-у-у. Да. Вот. И пришла к нам, да. И пришла к нам 57 и сказала. Ну, смотрите. Но на этот раз, к сожалению, даже с точностью до сжатия координат, у нас этих отрезков, ну, сколько? Ну, да. Ну, если в тупую сжимать координаты, типа, там, то получится что-то типа, там, я не знаю, бубен факториал. Вот. Но, с другой стороны, тут какие проблемы могут быть? Ну, вот. Ну, проблемы могут быть, что, конечно, для каждого, ну, вот. Ну, то есть, конечно, можно попытаться для каждого, там, работать что-нибудь, типа, там, за бубен факториал, конечно, умножить на бубен, там, в кубе. Ну, или там, да? Ну, правда, с другой стороны, теперь для каждого подотрезка надо понять, какого типа блока он принадлежит, правда? Да. Да. А можно ли это сделать в зоу от бубен? Не понятно. Вот. Поэтому там уже сомнительно. В общем, вне зависимости от того, насколько мелкий будет бубен. Но, с другой стороны, с точки зрения именно поиска минимума, нам, в общем-то, это не то, чтобы сильно критично. Потому что на самом деле, вот, то есть на самом деле бубен можно искать, значит, минимум можно искать следующим образом. Значит, смотрите. Давайте я попытаюсь, вот, рассмотрим отрезок. И мне жутко интересно, вот, если я буду идти справа налево и рассматривать вот такие отрезки, мне жутко интересно, какие элементы будут минимумами. Вот, понимаете, да? Сначала сам элемент. Ну, понятно, сначала самый первый элемент. Потом, начиная с какого-то момента, там, будут больше, 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 потом, ба-бах, произошел следующий, да? Да. Вот. Значит, тоже идем, 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 идем. Значит, тут тоже что-то поныряли, поныряли, тут вот следующий и так далее. То есть, в принципе, уже можно понять, что если мы говорим об отрезках, которые являются суффиксами этого блока, то, значит, если там блок начинается где-то здесь, то ответ вот он. Если вот он где-то здесь, то вот он, если где-то здесь, то вот он и так далее. Правда? То есть, более того, можно это было бы даже сказать так. Давайте в масочке сохраним, какие элементы у нас тут появились как очередные минимумы, а какие нет. То есть, прям вот так и напишем в данном случае 1, 0, 0, там 1, 0, 0, там 1, и вот если тут еще этот появился тоже 1, масочка не обязательно периодична, да? Тогда смотрите, если у нас есть масочка блока… А это циферки напишем. Чего? Какие циферки? Ну там 5, 4, 7, 3, 8, 2. Да, пожалуй. Ну вот тут какая-нибудь… Ну, допустим, тут… Так вот, вот у нас получилась такая масочка того, что может быть. Тогда, если мы хотим найти минимум среди, скажем, первых 5 элементов, то мы по этой масочке можем понять, где он находится. То есть, надо просто найти, где, начиная с этой позиции, находится ближайшая единичка. А такие вещи мы можем предпочитать, просто перебрав все масочки за 2 в степени бубен. Для каждой масочки перебрав бубен позиций. И для каждой позиции… Что-то еще… Ну вот. И для каждой позиции там, ну, можно там даже в тупую за у от бубен насчитать единичку. Да, можно и не в тупую, но неважно. Вот, понимаете, да? То есть, в принципе, да, мы уже поняли, что это, в общем-то, не страшно будет, правда? Потому что, напоминаю, у нас это старая технология, вот, работа вот с этими вот большими отрезками та же. То есть, минимум на префиксе, минимум на суффиксе с парк стейбл радостью. То есть, если у нас бубен не будет превосходить O от лог N, то, в общем-то, тогда с большими отрезками мы справляемся уверенно. Понимаете, да? И предподсчет для них тоже делаем суммарно за O от N. Помним, да? Так что, главное… То есть, главное с мелкими. Правда, желательно, чтобы у меня было не меньше, было омега от логарифма N бубен, желательно еще. Потому что, если там он будет меньше, то тогда там с парк стейбл будет все-таки дольше работать где-то. Значит, поехали. Что у нас дальше будет? Ну, а теперь фишка такая. Ну, хорошо, для суффикса мы, конечно, это все нашли. Но для суффикса неинтересно. Мы для суффикса и так могли предпочитать минимум, да? Мы же, помните, мы же хотим где-то вот для блока, где-то вот внутри как-то искать минимумы. Правда? Но теперь идея такая. А давайте теперь пробежимся по этой штуке. И будем, значит, идти так. Идем слева направо. И мы хотим в каждый момент времени в каком-нибудь стейке хранить те и только те элементы, которые, вот если мы дошли до этой позиции, которые могут быть минимуми на каком-то суффиксе. Точнее, под отрезки, заканчиваяся в этой позиции. Значит, как это будет работать? Смотрите. Сначала мы идем слева направо. Вот видим 0, добавляем 0 в стек. Видите, да? Потом видим 1, добавляем его в стек. Потом видим 4, добавляем в стек. Потом 7. А теперь вот видим 3. Теперь заметим, что если у нас отрезок заканчивается где-то здесь, то, или позже, то 4 и 7 больше никогда минимумом не будут железно. Правда? Поэтому мы эту 7 и 4 из стека выпиливаем. И вот, получается, добавляем теперь в стек 3. Поэтому теперь дальше пишем 11. Потом тут же его удаляем и пишем 9. Потом удаляем и пишем 5. То есть вот такую операцию со стеками мы можем провернуть. То есть что, ну вот, и, собственно, ничего удивительного в ней нет. И вот мы, ну вот, и мы, очевидно, проделали ее за ООТ. Видите, да? Правда, она пока абстрактная, абстрактный массив в вакууме. Главное, мы это не записали. Вот. Прошлись и как бы забыли. Да, пока просто прошлись, да. Абстрактный проход со стеком в вакууме. Значит, зачем мы это сделали? А сделали мы это вот зачем? Ведь дело в том, что когда мы идем вот так слева направо, мы можем прям хранить масочку из всех элементов, которые сейчас в этом стеке лежат. Правда? То есть она там, сначала это будет масочка 1, потом там масочка 1, потом масочка 1, 1, 1, потом масочка 1, 1, 1, 1, 1. Потом масочка 1, 1, 0, 0, 1. Видите, да? Потом масочка 1, 0, 0, 1. потом масочка вот 0,1, потом масочка 0,0,1, но заметим, что это в каждый момент времени у нас получается ровно та самая масочка, которую мы хотели, помните? То есть та самая, то есть если, когда мы дошли до этого элемента, то тут единичками горят те и только те элементы, которые могут быть минимумами в зависимости от левой границы, вот легко убедиться, правда? Но тогда идея такая, тогда проходим с этим стеком и эти масочки себе сохраняем, то есть для каждого элемента сохраняем свою масочку. И тогда получается, что когда у вас будет вот такой мелкий отрезок, вот вы знаете, что для этого элемента у вас есть масочка на вот это вот все, там 1,0, там какой-нибудь, условно там какой-нибудь 1,0,0,1,1,0,1, смотрите, где этот отрезок тут начинается и находите ближайшую единичку, ну вот, находите просто ближайшую единичку. То есть единственное, что теперь надо предпочитать помимо самих этих масочек, это для каждой масочки и для каждой позиции в масочке найдите ближайшую единичку, мы это уже сделали. Все. То есть теперь получается, что с этим предпочетом мы тогда за O от единицы на мелкие отвечаем, и тогда у нас общий предпочет, 2 в степени бубен, на бубен даже квадрат, а не куб. Вот, ну при том, что там остальное предпочет делается за O от N, плюс, ну как всегда, N поделить на бубен. А на самом деле нам не обязательно тебе хранить минимумы на свече 5. Ну, можно и не хранить, да, потому что заметим, что в этих масочках они уже есть, да. Да, совершенно верно, да, можно и не хранить. Вот. Сейчас, а вот когда мы проходили, если мы проходили по каждому блоку отдельно, мы могли пройти по всему массиву с аспеком, главное в каждом моменте запечатлеть, запечатлеть эту маску. Ну да. Можно запечатлеть с этой маской и двигать ее. Нет, фишка тут в том, что на самом деле эту маску можно хранить даже на очереди. Ну потому что, смотрите, если вы хотите слева... А у меня одного алгоритма по ней приходится. Вот еще проблема. Почему не знаю? Она... Не, в смысле, а зачем? Если ты хочешь, у тебя есть вот, там, скажем, K элементов, и у тебя масочка размера K. Если ты хочешь отпилить последний элемент, ты просто вот этот бит выпиливаешь и все. Ну, в каком смысле, да. Ну вот, выпиликатый, как бы, вот этот последний бит, ты можешь отъединиться, если ты знаешь размер очереди, а ты ее знаешь. Поэтому по большому счету, да, то есть, ну вот, поэтому так, по большому счету, на самом деле, вы можете там пробежаться очередью и для каждого отрезка размера бубен, не только для этого, вот прям буквально для каждого, на самом деле, себе такую масочку посчитать. Ну, более того, на самом деле, а что касается вот этой очереди, то на этой технологии на самом деле еще основан алгоритм, еще один метод, как искать, поддерживать минимум в очереди. Ну, то есть, у нас, как всегда, задача. У нас есть очередь, мы можем туда добавлять элемент, удалять элемент и сообщать, а кто у нас сейчас в очереди минимум. Спрашивается, как это делать? Ну вот. Ну, конечно, масочку на все элементы мы не похороним. Хотя, в принципе, если мы его будем хранить не в одном числе, а у нас тоже будет параллельный массивчик, да, и там, скажем, для каждого элемента мы можем в явном виде хранить, где у нас ближайшая единичка, правда? Видите, да? То тогда у нас будет получаться следующее, что в каждый момент времени у нас есть очередь, есть вот такая масочка. Вот. И мы говорим, что если мы что-то добавляем элемент, то, значит, возможно, нам придется, ну да, правда, тут с ноликами проблемы, их не удастся перенаправить. Вот. Но идея будет в том, что, значит, мы вот эти элементы, помните, у нас же стек был, да? Мы их как бы из стека удаляем, ну вот из стека, ну вот, а этот элемент добавляем. Понимаете, да? Вот. Ну тут, конечно, да, ладно, набрал я тут, конечно, с масочкой, но суть будет в следующем. Мы вот храним вот этот стек, но при этом, когда удаляем элемент слева, мы говорим, что если этот элемент сейчас лежит в стеке, значит, мы его снизу стека и удалим. Да, как удалить элемент снизу стека? Ну давайте представим, что это очередь. Понимаете, да? Так, меня слышно вообще? А то что-то у меня там опять конкурент с улицы пришел. Вот. Ну вот, причем заметим, что, например, вот в этой ситуации, если вот эти два элемента будут удалены, то у нас в стеке лежат сейчас вот троечка и двоечка, да? Нет. Да. Троечка не лежит. А, троечка уже не лежит? Да. Айка. Надо сказать, что не лежит. Ну, ладно, давайте так, отмотаем назад. Так троечка и пятерочка. Да, троечка и пятерочка вот эти вот лежат. Да, тогда у меня троечка и пятерочка лежат. И тогда, смотрите, то есть, ну, со стеком мы делаем какие-то операции, но, значит, когда удаляется элемент, мы говорим, так, это та ли это троечка? Как говорится, не та, но, значит, просто удаляем, на минимум в очереди это не влияет. То есть, пока мы вообще не дойдем до этого минимума, тут можно удалять и не заморачиваться. А когда дойдет, ну, значит, мы просто с этой стороны стека тоже удаляем. Ну, только очередь. Да. Ну, да. Ну, как сказать, нет, в данном случае нам удобно понять, что это просто стек, у которого мы умеем и… Скажите так, это стек, который подтапливает. Называется очередь. Да, по факту это очередь. Но, знаете, как-то все-таки… Очередь у нас все-таки обычно вот такая, а у нас все-таки… Да, еще убирать нужно с конца, так что это все-таки дек. Ну, окей, ладно. Ну, ладно. Ну, да. Ну, да. Ну, нет, понятно, что по факту, да, но связанный список, дек, там все что угодно, да, но… Вот, там понятно в любом случае как-то реализовать, но… Ну, можно чистить битовой магией? Нет, ну, битовой магией нельзя, если размер очереди бывает большой. Ну, а нам-то можно, но все-таки… Ну, нет, я сейчас просто рассказал, что на самом деле это можно и в принципе такое минимум в очереди поддерживать. Ну, нет, просто, знаете, я помню, просто там год назад вот была такая олимпиада для восьмых классов, тоже там баловая какая-то. И в последней задаче там, по-моему, вот нужно было модифицировать именно этот алгоритм. Ну, там просто жесткое уминание за ОАТН было. Ну, там, причем, был прикол, что там, типа, совсем же там, типа, для эндомиллиона, типа, дает 98 баллов, а еще 2 балла в оффлайн-проверке, это если энда 10 в седьмой. Все там написали, деревья отрезков там все понаписали, вы представляете, у всех 98 баллов. А на самом деле там было вот линейка, но там что-то жуткое было, там, по-моему, и вот это надо было использовать, и эти все вот технологии. Помните, как мы эти вектора там расширяли, сужали, там вот это все безобразие было. Там вот какая-то хорошая задача. Не, а что такое? Ну, как бы, простая амортизация, что, ну, как бы, там никаких мегалгод, там, этих фибоначчевых куч там не требовалось. Дерево-индерапевский изобрели в момент их рождения. Ладно, нет, в момент его рождения. Да? Ну, может быть. Хотя, конечно, вопрос, как их изобретают. Не, ну, да, как-то твоего рождения, давай. Так, а у тебя год рождения, надо полагать, 2000 какой? Третий, получается, да, угадал. Вот. Мы становились, так сказать, по дате изобретения дерево-беска. Нет. Да нет, там по другим принципам. Вот. Вот. Не, ну, там, знаете, я мог там посчитать в духе, что там, я не знаю, я, там, ну, давайте посчитать, насколько вы должны быть там младше моего брата. Ну, потому что сколько, ну, сколько лет назад он там учился, там поступил на химфарк. Вот. Ну, да, правда, это сложнее, потому что там он, как бы, в прошлом, вообще-то в этом году его закончил, но, вот, ну, неважно. Так что вот получается такая, ну, вот, ну, вот такая вот технология, с помощью ее, вот, еще тут бонуса можно действительно на очереди минимум искать, ну, а заодно, на самом деле, тут можно на этом массиве тогда, вот это, конечно, чуть сложнее, но зато сразу дает вам возможность писать метод четырех русских и ни о какой ЛЦАшке не вспоминать. вот. Так что получилась вот такая технология. Так, ну что, есть ли тут какие-то вопросы? Ну, формально говоря, получается, на этом можно и закончить. Ну, там просто какая логика? Просто, по идее, где-то в этом месте должен произойти 15-минутный, там, 10-минутный перерыв, а у вас через 15 минут, я так понял, Рейгару. Нет, ее отменили. А, отменили? Нет, потому что там, видимо, Рейгарушка понял, что он кому-то поставил во время пары, и такой, ну, ладно. А, ну, тогда не будем. Да, вот действительно, нет, всегда любил Андрея Михайловича, на самом деле, да, вот, собственно, адекватную простоту, на самом деле. Вот, так, ну, хорошо. Хорошо, хорошо, хотя, ну, да. Нет, ну, тут по-разному, понимаете, тут просто проблема такая, что в этом месте как-то надо начинать просто принципиально новую тему, там, то ли к ДП переходить, то ли к чем-то еще. А можно вопрос? А? Какая именно часть из этого, это метод четырех русских? Потому что мы, ну, вроде, в целом говорили про алгоритм, а пора полного, 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 фу. Нет, часть метода, часть метода четырех русских, это та, которая с бублом. В основном в ЕГБ не написано, что там что-то проматывается, там что-то... Ну, потому что, слушайте, потому что этим методом не только она решается. Смотрите. Потому что там предлагается следующее. Значит, там предлагается такая неожиданная задача. Даны две матрицы. Н на Н. Из ноликов и единичек. Ну, ну, бла-бла-бла, короче. Я хочу их перемножить. Причем очень хочу сделать это быстрее, чем за Н куб. Как мне это сделать? И тут у нас снова приходят четырех русские, четыре русских и говорят. Четыре русские. Приходят наши четырех русские и говорят. Ладно, зафиксируем К, которое выберем позже, в смысле бубен. Разделим в первой матрице каждую вот эту штуку на отрезки длины бубен. А в этой матрице на столбцы длины бубен. Фу, на вот, да, вот такой штучки, да? Там строки. Да, тут строки, там столбцы. Ну, потому что что такое произведение? Да? То есть, как бы, это там что-то типа строка на столбец скалярно, да? Поэтому, вместо того, чтобы делать это за О от Н, давайте при правильном предподсчете мы можем легко это сделать за Н поделить на бубен. Вот. Ну, думаю, вы уже догадались как, да? Итак, ну давайте теперь считать, какой же нам бубен нужен и за какой асимптотикой это у нас получится. Ну, ладно, произведение, скалярное произведение всех вот этих масочек вы сделаете за 2 в степени 2 бубен. Ну, если в тупую, то на бубен. А если у вас, ну правда, там советуют перемножать не просто матрички, а сказать, что они битовые, и типа умножение это типа взятие Н, да? Поэтому тут на самом деле ответ тоже битовая масочка. В этом случае могли бы вообще, может быть, за О от единицы обойтись, но тем не менее давайте уж в тупую тогда. 2 в степени 2 бубен на бубен. И, собственно, само перемножение матриц теперь будет работать за сколько? за Н в квадрате умножить на Н поделить на бубен. Ну, понятно, что при такой технологии... Ну вот, давайте подгоняем бубен. Как теперь? Логенция идет. Ну да. Ну, в принципе, да. Заменя, ну вот. Да, а можно так? Я все-таки расскажу только чью-то общую технологию, в какую стоит, как тут аккуратно думать. Ну, потому что заметим, что если у нас тут от параметра зависят две части, причем одна из них растет, а другая убывает, то если мы хотим оптимальную асимптотику, то нам нужно, конечно, найти вот этот момент, правда? Потому что асимптотика суммы это то же самое, что асимптотика максимума, правда? Вот. Ну, соответственно, тогда, получается, надо, чтобы вот эти штуки были примерно равны. Ну, давайте, домножим на бубен, получится, что 2 в степени 3 бубна умножить на бубен. Там, ой-ой-ой, слава богу, да. А то я же думал, о боже, сейчас у меня бубен натришем делится будет, что ли. Ну, почему бы нет? И вот, получается, ну, и теперь, соответственно, надо подогнать максимально близкий бубен так, чтобы это тут подошло. Ну, точно мы это решить не можем, но нам точно и не нужно, нам нужно асимптотическое, правда? И мы, и тут мы заметим следующее. Что если мы возьмем, допустим, какой-нибудь бубен лог, то есть если возьмем лог 2n, то эта штука получится заведомо меньше. То есть n квадрат на что-то там, правда? То есть лог 2n должно быть меньше, чем бубен. Но с другой стороны, заметим, если мы возьмем, ну, скажем, полтора логарифма, то тогда здесь уже получится n в кубе на что-то там. То есть получается бубен, получается тоже, получается тета от логарифма, какое-то надо брать. Ну, в общем-то, тут не особо принципиально, возможно, просто давайте логарифм n возьмем и все. То есть, как бы, вот с точки зрения этого слагаем вот, как бы, суть одна. И тогда получится асимптотика. Ну, не то, чтобы она нас, конечно, мега обрадует, но, по крайней мере, как пример технологии подходит. Вот, пожалуйста. Ну, быстрейше, чем за куб, правда? Ну, в конце концов, это, как говорится, кто из нас никогда не пихал, там, это, при n равно 1000, там, я не знаю, n куб поделить на 32? Че, никто? Нет, это вообще кто не пихал. Да, кто не пихал. Да, кто не пихал. Нет, или мало кто из этих технологий. Кто, да, то есть, я не знаю, называется, да. Кто из нас никогда не берал и не кидался по улице мелом? Я не кидался, Вася не кидался, там. Вот это вот вся технология. А, если бы вы настолько ускоряете, что n в кубе можно, короче, и не пихать, если n 1000? Ну, да, но ограничения-то всегда можно увеличить. Там 2000, 3000, потом, там все от константы зависит. Я же, там, знаете, там же, то есть, есть же места, где этому наступает период. Кстати, я же рассказывал эту веселую историю, как я на кодфорсе, у меня там не запихалась корневая. Все главное, при официальном решении за n лог квадрат, там n были такой, что лог квадрат вроде и корень примерно одно и то же. Ну, действительно, там, ну, давай, ну вот, ну, там, плюс-минус. Ну, например, там, если n это, например, там, я не знаю, 400 тысяч, да, то тогда, смотрите, логарифм это тогда 400 тысяч, это что? Ну, где-то там 18-19, да? Там, то есть, в квадрате, то есть, квадрат получается что-то типа 350. А что такое? Ну, вот, ну, вот, а корень из 400 тысяч, это что такое? Ну, там, 500 где-то получается. Ну, ладно, больше там 600-700. Ладно, больше 600-700. Ну, то есть, как бы понятно, что там плюс-минус вот это там зависит. Ну, вот, но оказалось, что это прям критично, что даже несмотря на то, что у меня решение было доказательно за корень и не за корень лог n, там, как это иногда случается. Ну, как бы, тем не менее, оказалось, что при ТЛе 4 секунды, там, мой корень работает за 12, и идите лесом. То есть, я там, уминал обеими ногами, но, ну, я, конечно, там, не самый крутой уминатель в истории, конечно, но, вот. У меня в задаче, вот, квадрат, работал быстрее, чем автор с тем логом. Ну, да, бывает такое. Ну, на самом деле, это еще от тестов зависит. Знаете, бывает такая, что я как-то в одном разборе видел замечательную формулировку от авторов тестов. То есть, там такое, там, автор Наталья Бондаренко, по-моему, это писала. Писала так, замечательно. Это решение оказалось неожиданностью для нас, и мы не заготовили против него тестов. Вот, то есть, это замечательная формулировка, конечно, такая. Надо же формулировать, что все человечество одновременно как бы притворяется, что они умеют делать тесты, на самом деле, никто их делать не умеет. Ну, что такое умеет делать? Мало ли. Знаете, как это обида, когда человек сказал, что он не умеет делать тесты, а потом его тесты ваша пророга там получает в А57. Вот. Хорошо примеряется. Ну, понятно, да. Не, ну, тут как бы, тут чемпионат, как бы, это. Кто умеет пихать, умеющий пихать неправильные решения против неумеющих делать тесты. То есть, как всегда. Так что, да. Так что, вот, на самом деле, то есть, если говорить о Википедии, там написано это. То есть, на самом деле, то есть, самое смешное, что подобная технология работает даже в задаче о поиске наибольшей общей подпоследовательности. Вот, на самом деле. Там даже налог-квадрат удастся поделить. Или не удастся. Нет, ну вот, дай бог памяти, вот, видимо, примерно в следующий раз мы до этого и дойдем. Нет. Или да. Ну, в общем, да, там тоже есть, то есть, на самом деле, то есть, какая-то. Поэтому технология применима не только тут, вот еще разные места. То есть, даже в Atomic CP, по-моему, она может чуть-чуть возникнуть. Ой, ну для того, чтобы дойти до Atomic CP, нам придется еще там пару алгоритмов изучать. Так что, боюсь, это в следующих, это алгоритмов, да, в следующих лекциях это ждите новинок. Вот. Так что, ладно. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Пользуясь случаем. Нет? Вот. Ну, ладно. Знаете, что? Так, тогда знаете, что мы сделаем? Ладно, но новых тем я запускать не хочу, а мы все-таки на полчаса задержались. Вот. Поэтому, знаете, давайте тогда скажем, что на этом все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok